Всем доброго времени в суток, друзья, с вами Макс Нафт, и это 20-я часть нашего с вами прохождения Обитель Зла 4. Мы с вами просмотрели в предыдущей части диалог с Адой Гонг. Встреча прошла, ну так, более-менее. Леон так и не узнал, что здесь делает Ада. Так, давайте прочитаем записку. Ну, незваная гостья. Среди нас, кажется, присутствует незваная гостья. Мы считаем, что она связана с Сера. Мы также уверены в том, что это она вытащила яйцо из ткани Серы до того, как оно созрело. Она также могла помочь ему добыть образец до того, как прибыл американский агент. Совершенно очевидно, что образец и есть ее, является ее мишенью. Мы должны добраться до него до того, как она сможет вновь связаться с Сера. Есть также повод думать, что она на кого-то работает. Она нужна нам в живой для допроса. Женщина должна быть в состоянии отвечать на вопросы после того, как мы поймаем ее. Сера больше не будет предоставлять никакой проблемы. Как только мы вернем образец, можете избавиться от него любым, каким почитаете нужным способом. Так, прочитали записку. Давайте посмотрим, что у нас есть в шкафах. Женщинное зеркало с рубинами. Нормально. Продадим его. Предыдущее прохождение как раз именно вот этой части главы не сохранилось. Поэтому пришлось немножко совсем чуть-чуть переигрывать, чтобы не обрезать кусок. Ну, чтобы не было так, что, допустим, в девятнадцатой части мы с вами проходили главу 2.3 или 2.2. И тут же, в следующей двадцатой прохождении я проходил уже главу 4.1. Поэтому пришлось немного записать. И дальше продолжится с тем же оружием. Поэтому, если возникнут какие-то вопросы по поводу снаряжения, или больше или меньше патронов, ну, то есть я вот сейчас вот типа более-менее объяснился, что программа дала похожий сбой. И это я давно записывал, и... Я только сейчас увидел этот сбой. Ну что ж, мы продолжаем проходить. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, сломаем замок. Сюда мы еще вернемся вместе с Эшли. И она нам поможет достать бабочки. Магнум-пистолет, который можно достать только забравшись на... Если... Ну, забравшись только на нас, и перепрыгнув через высокое окно, с той стороны двери, она нам ее откроет. Так. И также из записки мы узнали, что... Аду вонг хотят поймать. Так, давайте разгадаем загадку. Бутылка разбита. И как-нибудь сейчас потихоньку попробуем дойти до ослепляющей гранаты на сломанную бабочку. На всякий случай я возьму сломанную бабочку, потому что замок будет просто ядерный. Не успел я взять ослепляющую гранату. Придется вышибать замок по-быстрому. Так, давайте с вот этого начнем. Можно было их ослепить. Не успел я взять гранату. Ладно, потом возьму. И на всякий случай используем траву, потому что сейчас мне прилетит по полугая. Да. Давайте здесь разберемся со всеми противниками. Через зажигательную гранату. Это сделаем. Давайте закинем еще. Этот слепой, походу, вообще не горит. А может и горит, но... С ним я разберусь с помощью винтовки. Так, он бежит сюда. Где там наша винтовка? Вот она. Так, попадание одно есть. Да. Так я в него еще раз не попаду. Жалко. Давайте еще выждем момент. Опять мимо. Нормально. Сейчас ему, наверное, придется непросто. С этим уродом у него на спине. Это тоже какой-то Лас-Флайер. Мутированный какой-то вид. И домой с четвертого выстрела он скопытится. Ну, давай, поворачивайся. Ну, куда ты подтерся? Надо идти как можно тише, не бежать. Он слышит, как мы бежим. И поэтому... И слышит точно так же, как мы выстреливаем. Поэтому если просто идти... Он этого не заметит. Но если подойти слишком близко, естественным образом он это услышит. Или прочувствует. Не знаю, по-моему. Лучше не рисковать. Забираем вспышку. Идем дальше. Здесь будут так же вываливаться враги. Сверху. А здесь у нас... Источные часы позолоченные. Тоже продадим их. Сюда их поклала Ада Вонг. Потому что она точно так же попадала в такую же клетку, только... Только она эти часы туда поклала. А в этом сундуке, по-моему, ничего не было. Он был пустой. Просто ловушка такая. Так. Ну все, можно идти дальше. Сейчас заберем три патрона для Магдума, которые находятся вот здесь. И двинемся дальше. Так. Все же враги продолжают появляться. Давайте этого добьем. В надежде на то, что с него тоже что-нибудь выпадет. Хотя... Да, с него выпадает трава. Это отлично. Трава нам не помешает. Или будут еще враги? Нет, никого нету. Или все-таки будут? Давайте подождем немного. Нет, никого нет. Похоже. Ну, значит, продвигаемся дальше. Как я напоминаю, это двадцатая часть нашего с вами прохождения. Обитель зала 4. Прохождение компании за Леона. И сейчас мы в такой комнате находимся, где нужно дернуть за рычаг, и платформа поднимется. Но мы не можем пока дернуть за рычаг, естественно, потому что его охраняют вот эти фонатики в красном. По поручению, по какому-то я не знаю. Или захотелось им просто так. Вот третий вид мутирующего вас вклада. Вот эта хрень, которая заместо башки у него, вот она плюется кислотой. И очень неприятная штука. Но вроде... Сейчас мы справились. Более-менее. И мы все ближе подходим к тому месту, где нужно спасти Эшли. Так, давайте я включу платформу. Ну, таки неплохая элит. Правда, рычаг такой огромерский, палевный. Я бы так сказал. Была бы по миниатюрной кнопкам, ничего бы так было. Довольно приличный такой вид. Элегантный, скажем так. Галерея и замок вообще, в принципе, неплохо выполнен. Мне нравятся. Картинки, все эти, ковры, стулья. Так необычно вообще. Так, и вот опять у нас двое, да? Да, двое. Давайте с ними тоже разберемся. Довольно неприятная хреновина. Так, ну вроде разобрались. Теперь будем продвигаться дальше. Посмотрим. У нас здесь будут враги. Давайте их спалим. Не всех удается спалить, жалко, конечно. Давайте добьем остальных, кто остался. Так, забираем ТНП, потом для пистолета. Так, гранатомет мы брать пока что не будем. Давайте закупим сразу кейс. Большой куком у местного торговца. Очень большой кейс. Чтобы туда гранатомет вместился. Так. И метатель минкупом. Это тоже нужно для того, чтобы на него тоже пули падали. Потому что оружие, как я говорил, не будет лишним. Везде может пригодиться. На всякий пожарный. Так, надо теперь освободить место для гранатомета. Так, это сюда, это сюда. А сломанную бабочку как? Так, давайте распределим. Ну, вот так вот влезет, я думаю. Гранатомет я продам, он мне не нужен. Вернее, нет смысла его дальше таскать с собой. Если пустое место в языке, может, могут забить патроны нужные нам. Пол игры таскать его, я думаю, это вообще как-то невезобно. А так, чисто по-быстрому продадим его. И в нужный момент, когда у нас будут деньги, мы его просто купим. Тем более, гранатомет, я думаю, мне не понадобится здесь в игре. Но все же, если понадобится, то 30 тысяч, как бы, ну, это не очень такие уж и большие деньги. Потому что с главными главарями я собираюсь сражаться без гранатометов, как сражались мы с шефом Мендезом. Так же и с остальными. Но еще насчет правой руки Салазара, надо еще подумать. Так, давайте его продадим. И получим 15 тысяч. Ну вот и подходит к концу наша 20-я часть прохождения. С вами был Макс Нарк. Увидимся с вами в 21-й части. И всего доброго, друзья. Закончим прохождение на печальной ночи. Теперь, когда у меня есть образец, ты мне больше не нужен. Садлер! Мой парень Салазар позаботится о том, чтобы тебя постигла та же участь. Побудь со мной, Луис. Я исследователь. Меня нанял Садлер. Он узнал, над чем я работал. Молчи. Вот. Это лекарство подавит рост паразитов. Образец. Садлер забрал его. Он должен его вернуть. Луис. 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 Продолжение следует...